Сделано в Чувашии для ворот Арксики. На Чебоксарском электроаппаратном заводе реализовали уникальный для всей страны проект. Сегодня здесь представили первую мобильную цифровую подстанцию. В процессе испытания, да, то есть все, что было, то есть все срабатывания, они сюда выводятся. И уже непосредственно диспетчер, он может видеть, и вся эта информация хранится, она хранится бесконечно долго. Это мозговой центр цифровой подстанции. Всеми процессами управляет автоматика, сигналы передаются по оптоволокну. Такой же есть экран у удаленного диспетчера, он все это абсолютно может видеть, дистанционно управлять, сразу же смотреть всю ситуацию, как происходит, произошло отключение, не прошло отключение. То есть непосредственно видеонаблюдение, то есть там камера висит, и управлять ячейкой. Отсюда можно управлять полностью оборудованием всей подстанции. Это уникальный проект. Цифровых подстанций такого типа в стране не выпускали. Технику для энергообъекта от кабелей до микропроцессоров произвели на предприятиях электрокластера Чбоксар. Так специалисты воспользовались возможностями программы импортозамещения. По сертификации какие-то вопросы возникали, проблемы возникали вообще, когда процедуру проходили? Нет. То есть мы полномерно в прошлом году прошли сертификацию и готовились к изготовлению данного объекта. Какой площадке вы проходили? Вот касаясь Мегатету, что говорите, по всем тем требованиям, по современным. В Москве интергазсор получили. Цифровую подстанцию произвели по заказу корпорации «Газпром». Она необходима для бесперебойной работы объектов новопортовского месторождения на Ямале. Именно здесь расположен морской терминал для отгрузки нефти с говорящим названием «Ворота Арктики». Подстанцию полностью разберут, чтобы в итоге доставить на газовое месторождение Ямала. До конечной точки предстоит преодолеть сотни километров не только по земле и воде, но и по воздуху на тросах вертолета. Проект разработали специально для условий Крайнего Севера. Зимой температура воздуха на Ямале достигает 50 градусов мороза. Предприятия республики уже поставляют свою продукцию на полуостров. Мы давно сотрудничаем с «Газпромнефтью». То есть порядком поставили 4,110, подстанции 8,35. То есть мы себя зарекомендовали как надежный изготовитель и поставщик. Где угодно есть продукция электроаппаратного завода. В Таиланде есть, в Индии есть. Сейчас несколько АЭС строят, в которых мы должны принять участие как поставщики оборудования. Глава региона отметил, что спрос на цифровые подстанции повышается. Для предприятий республики это новые возможности на рынке электротехники. Объем отгруженной продукции только для «Газпрома». По итогам прошлого года превысил 7 миллиардов. Поставлена задача президентом России Владимиром Путиным в работе. В сертификации уже данная подстанция прошла. Соответственно, эксперты оценили, заказчики приехали. Это первый продукт. Огромные возможности открываются для рынка. В ходе официального визита на Ямал Михаил Игнатьев встречался с потенциальными заказчиками предприятий республики. Цифровые подстанции «Север» планируют поставить и на новые месторождения газа. В том числе на Харасовейское, освоению которого этой весной дал старт президент России. Для бизнесмена, для производителя, где бы не использовались эти подстанции, это качество и безопасность. Все эти меры безопасности, они здесь соблюдены. На случай аварии все меры предусмотрены, упреждающего характера. И то, что специалисты сказали, на самом деле здесь не будет работать человек, оператор. Все это в элементах цифровизации. В ближайшее время на заводе планируют масштабировать проект и наладить серийный выпуск. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.